Вытащит тебя из стойки утреннее шоу настройка Десять часов и шесть минут столицы, друзья, утренняя настройка Здесь утреннее шоу настройка, здесь же инстаграм Как ты грустно так говоришь? Нет, я пыталась сформулировать мысль и забыла, что я хотела сказать Потому что, ну, такой мужчина пришел, что все слова сразу пропадают Друзья, внимание! Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Награжден Орденом Дружбы в 2003 году Это я сейчас сама все вспоминаю В настоящее время предприниматель и продюсер собственного ледового шоу Хореограф в фигурном гадании Илья Авербух Ура! Аплодисменты! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Наверное, никогда так не представляли, да? Я так старалась Ну, я ждал, дальше пойдет, а потом раз, после Ордена А про Олимпиаду как-то знаешь А что бы продолжили дальше? Вы бы что добавили к тому, что не сказала? Я бы про Олимпиаду сказал, это самое главное Подождите Не, ну подождите Серебряный пи... Пи Певец Серебряный певец Серебряный пи Провал Да Мог бы выиграть, не выиграл Я волнуюсь, вот если бы вы видели сейчас Я раскраснилась вообще от того, что вот я вот Сейчас бы Татьяна Анатольевна Тарасова Танюш, ну ты бы ушла отсюда Чего ты здесь сидишь-то вообще рассказать ничего не можешь Ты сейчас вот другого человека Нет, как Малышева у меня получилось немножко, ладно Ну хорошо, давайте поприветствуем Доброго утра Да, доброе утро Доброе утро Илья, у нас тут в прошлом часе был разговор о здоровом образе жизни О правильном питании И мы тут вспомнили о том, как-то говорим Вот все фитнес-инструкторы, они все худые, все в форме А потом подумали, а что им быть в форме? Они же почти не занимаются Они все время всех тренируют Просто стоят и показывают, как надо делать Вы как поддерживает себя в форме? Как часто занимаетесь? Вы же уже давно ушли в эту, в продюсерскую часть Когда только покричать, всем место показать А хореографам нужно показывать движение, я так понимаю Можно тоже так вот сказать Вообще у вас прекрасно получается без меня Вот Рассказывайте Говорить о здоровом питании и о здоровом образе жизни Гораздо проще, нежели это делать Да Я не могу сказать, что я прямо к этому сподвижен И занимаюсь, слежу очень сильно за питанием И с утра делаю пробежки Хотя теоретически это надо делать И я понимаю, что я с понедельника Вот сегодня понедельник Давайте со следующей недели мы начнем это делать Призываю всех стремиться к здоровому образу жизни Иногда вспоминать, когда вот совсем тошно Лучше зала, ничего нет Выбросить всю энергию, негативную энергию Или накопиться позитивной энергией Ну объективно лучше всего занимаясь физическими нагрузками Хорошо, вот если говорите, что какого-то прям строгого питания нет Сегодня чем позавтракали? Чашечкой кофе И все? Это потому что не успел А если бы было время? Я прекрасно знаю, что самое полезное это завтрак, ужин, отдай врагу Я не люблю есть с утра И в общем, это неправильно Неправильно, конечно Неправильный гость у вас Но я не люблю есть с утра Хорошо Друзья, напомним У нас есть номер Ватсап, Вайбер, СМС, плюс 7909-955-103-0 Вы можете позвонить и лично задать какой-нибудь вопрос Илье Авербуху Каверзный? Да, 223-5550, код города Москвы 495 Так что все, кто сейчас стоит на коньках, звоните Настройка 10-15 столицы Сегодня у нас в гостях Илья Авербух Который обязательно сегодня нам расскажет все секреты шекспирского произведения одного известного С удовольствием Да, но пока не об этом Пока мы хотим поговорить на тему необычную, наверное, для спортсмена Мы сейчас сидим на Тверской 22 Это уникальное, уже легендарное, можно сказать, место Здесь перебывали все звезды Все брали микрофон И на трезвую голову, и не на трезвую пели в караоке Расписывались Илья, как часто вы бываете в караоке? Никогда Находите ли вы отдушину в этом заведении? Это сейчас будет... Сейчас меня точно отсюда выгонят Я ненавижу караоке, да? Я не люблю караоке Я не умею петь, я не люблю караоке Я не могу слышать, как уродуют песни другие Поэтому, в общем, я пошел, ребят А если поют хорошо? В принципе, часто уже бывает, что люди исполняют не хуже, чем оригинал, например Я не один раз видел, как в караоке поют лепса один в один даже Ну, просто феноменально Конечно, это все бывает И людям нравится Больше нравится тем, кто поет, естественно Естественно Но когда ты слышишь одну песню на 50 завываний То лучше не слушать это Но, опять же, дайте мне досидеть до конца эфира Подождите, ну давайте, думаю, мы тогда все-таки узнаем Я просто почему про караоке? Ведь спортсмены... Это народ качущий Спортсмены любят петь караоке Да, народ качущий После всех соревнований, вы же любите Обожают петь караоке И у каждого есть своя песня А кто из фигуристов лучше всего поет? Прям вот вообще профессионально И вы даже однажды не ожидали, что... Аня Семеновича Она или он так хорошо Ну, кроме Ани Семеновича Аня Семеновича покоряла нас караоке И каждая караоке заканчивалась Аня, зачем ты катаешься? Тебе надо петь И вот она услышала однажды И поняла А наша эстрада получила замечательную звезду Думаю, кто хорошо подчас обидится на меня Ну... Вот у нас с Ромой Костомаром Есть любимая песня Выхода нет Петь не умеем, но орём Выхода нет Как... Все-таки бывает Как ненормальные Группа Сплинтус Все-таки фаворитов Группа Сплинтус, да Хорошая Скажите Нет, есть поет Таня Навка Очень любит петь песни Аллы Пугачевой Про Айсберг, интересно Я, по-моему, даже слышал это И... И про Айсберг, и... И не про Айсберг А я бы хотела... Я бы хотела, чтобы Татьяна Навка Тоже к нам пришла в гости И исполнила бы Татьяна, если вы нас сейчас слышите А мы знаем, что вы нас слышите Приходите к нам в гости Да, приходите А вот такой, может быть, неожиданно А Татьяна Анатольевна Тарасова хорошо поет Мой кумир просто Слышали когда-нибудь, как она поет? Я не слышал Значит, жизнь впереди Ну, уверен, что если она будет петь Это будет очень душевно Я уверен, что если она придет к нам В караоке-клуб шансон на Тверскую 22 Она... Короче, я агент фигуристов Я понял, вы тут со мной целую очередь заняли уже гостей Видимо, услышав, что я не люблю караоке Мы посмотрели, сколько людей в составе Но я не хочу, конечно, сейчас сразу вклиниваться В разговор про проект Потому что, мне кажется, под проект мы отдельную Следующий выход Отдельную часть такую выберем Расскажите лучше о том, удается ли вам сейчас Закончив, скажем так, спортивную карьеру И занявшись карьерой продюсера Вставать на коньки Вы сами вообще катаетесь Или уже давно не делаете этого? Нет, конечно, я катаюсь И в телевизионном проекте На протяжении 10 лет, в котором я работал Коньки я не снимал по 10 часов А вот сейчас, когда уже серьезная работа над проектом идет И вы уже такой занятой, уважаемый продюсер Нет, я все ставлю на коньках Я все время в коньках Все фантазии хореографические рождаются Только в тот момент, когда я одеваю коньки Конечно, я очень много катаюсь Я сознательно не выступаю Хотя, наверное, чуть-чуть потренировавшись Спокойно мог бы кататься тоже в шоу Это мое решение Я не хочу остаться именно За кадром Да, по другую сторону Баррикад, каждому свое Один должен режиссировать Второй должен исполнять Но, конечно, я все время на коньках Спасибо большое, друзья Мы скоро вернемся Пока, реглама 10.27 в Москве Илья Авербух у нас сегодня в гостях Дорогие друзья, конечно, все титулы и все звания Ильи Перечислять очень-очень-очень долго Но сейчас мы сконцентрируемся на том Что Илья Авербух еще и талантливый продюсер Благодаря которому появился и замечательный проект Ледниковый период Все вы его узнаете Но мы будем говорить о Ромео и Джульетте Ромео и Джульетта Почему Ромео и Джульетта? Почему именно это? Почему не Любовь и Голуби, например? Да Или не 17 мгновений весны Ну, я хочу сказать, что с большим волнением Мы сейчас готовимся к премьере в Москве Ромео и Джульетта Это логическое продолжение нашего спектакля Которым нам удалось покорить Москву Спектаклем Кармен Очень многие, кто выходил с нашего спектакля Действительно попадали под обаяние Вот этого нового жанра Который нам удалось создать И Ромео и Джульетта Это, на мой взгляд, еще один шаг вперед Именно в развитии жанра Не шоу на льду А именно спектакля на льду Где единая сюжетная линия Единая сценография Костюмы Специально написанная музыка Различные жанры Это все абсолютно особый жанр Который абсолютно российский Есть, конечно, много ледовых направлений Для так называемых семейных спектаклей Они часто проходят в новогодний период Я также делаю такие спектакли Рассчитанные, в первую очередь, все-таки для юного зрителя Таких проектов много И они каждый по-своему Кто-то лучше, кто-то хуже Их много Проект уровня Ромео и Джульетта На данный момент единственный Он рассчитан, в первую очередь, на взрослую аудиторию На людей, которые, и мне бы так хотелось Даже не любя фигурное катание Но при этом открытых к различным жанрам К различным направлениям Посмотреть вообще, какие тенденции Потому что, конечно, это сложный жанр Сложный жанр Человека ввести в состояние спектакля В ледовом дворце Где все такое большое Где все Немножко разболтано, если так можно сказать И, конечно, человек, приходя на ледовое шоу У него под коркой есть слово Ледовое шоу Шоу — это шоу-номера Это разрозненная история Где ты видишь чемпиона Ты вспоминаешь его победы Ждешь тулупы? Ну, считаешь тулупы Ты наслаждаешься номером Моя задача как режиссера И как продюсера, который продвигает это направление Именно создание спектакля И это очень важно Хотя, конечно, те, кто любят фигурное катание Они испытают огромное удовольствие От того, что увидят Целые разные поколения олимпийских чемпионов Но помимо олимпийских чемпионов Конечно, в спектакле занято еще и так же Огромное количество талантливых людей Чемпионов мира и Европы Но вот если брать все-таки олимпийские игры То, начиная с 98-го года Олимпийского чемпиона Илья Кулик Ильи Кулика Который в потрясающей форме находится Вы увидите и олимпийского чемпиона 2002-го года Алексея Ягудина Мы потом перенесемся в Олимпиаду 96-го года И увидим олимпийского чемпиона Романа Костомарова Олимпийских чемпионов Исполняющих роль Романа Джульетты Тани Татьмянина и Максима Маринина И так дойдем до 2014-го года Где блестяще дважды выиграли Олимпиаду Татьяна Волосожар и Максим Траньков Все эти поколения олимпийских чемпионов Заняты в нашем спектакле И, конечно, Алексей Тихонов, Мария Петрова Оксана Домнина, потрясающая в своей роли Максим Шабалин Маргарита Дробяска и Повелос Ванагас В роли семьи Капулетти Монтеки, чемпионы мира Альбена Денкова и Максим Ставицкий Фантастический, золотой состав Людей, которые превратились По-настоящему превратились Из очень хороших, великих фигуристов В больших актеров Об этом, конечно, можно говорить бесконечно Я продолжу, да, буквально через несколько минут Друзья, не отключайтесь Утреннее шоу Настройка Илья Давай Ну давай, я еще раз Объявлю нашего замечательного гостя Советский-российский фигурист Заслуженный мастер спорта Илья Авербух у нас сегодня в гостях Мы начали разговаривать Еще раз доброе утро Да, доброе утро Начали говорить о замечательном Ледовое шоу Ромео Джульетта Мне очень нравится, да, спектакль Вот к слову о спектакле Если вы говорите, что там прям такой театральный драматизм Как положено в классических театрах Вы сами все это вытянули? Или кто-то помогал вам все-таки из театральных режиссеров? Какие-то советы, может быть, давал? Раз это немножечко глубже и серьезнее Чем просто ледовое шоу Я понимаю ваш скепсис К сожалению, все это время С того момента, когда я сделал первый свой спектакль Огни Большого Города Этот скепсис все равно всегда сквозит Штамп ледового шоу очень тяжело стереть Но я очень хотел бы, чтобы вы увидели То, что нам удалось создать И, наверное, удивились, что мы справились без театральных режиссеров Я создавал спектакль Как режиссер самостоятельно Конечно, у меня есть команды моих единомышленников Которые вместе со мной Шаг за шагом, начиная с сценария Шли Это не так много человек Это Екатерина Цанава Это Елена Масленникова Это сценарист Алексей Шнайдерман И музыку мы писали с Романом Игнатьевым В общем, такая плотная команда Есть, конечно, еще группа хореографов Но все-таки это не без привлечения театральных режиссеров Без поисков истины там, где ее нет Это мое видение этого спектакля Это авторская работа Вот, к слову, об этом Сильно ли переработан сюжет Шекспира? В конце все выживают? Ну, ты хочешь прямо самое главное узнать Нет, это как раз к нашим современным режиссерам Которым надо показать, что они не такие, как все Меня лучше, да Поэтому у нас все по классике Но, конечно, взгляд несколько другой Поскольку я перечислил много чемпионов Каждому нужно вытащить его роль У нас у каждого есть момент, когда он говорит о том, что именно тревожит этого персонажа в спектакле Кстати, к слову о том, что говорит Впервые я сделал такое исключение Исключение, когда артист-фигурист Артист-фигурист заговорил на льду Эту роль исполняет Алексей Тихонов Роль отца Лоренцо И вообще спектакль начинается именно с момента Его разговора с самим собой Как будто все уже свершилось И вот отец Лоренцо, отматывая пленку назад Корит себя за то, какое имел он право Взять на себя эту миссию Вершить судьбы Ведь именно он разыграл эту историю Снотворным, который дал Джульетте И послал, ну, записка, естественно, туда к Ромео Все не успелось и так далее Алексей говорит Причем говорит абсолютно вживую Мы слышим его дыхание Он при этом катается Катает две сложнейшие партии Сначала с Оксаной Домниной Потом своей партнершей Марии Петровой Все это сразу захватывает И сразу забирает зрителя Также в нашем спектакле звучит Очень много вокальных партий Прекрасных вокалистов Которые работают вместе с нами И почему я говорю Уже работают с нами Потому что спектакль достаточно обкат Мы более трех месяцев Показывали его в Сочи Пять дней в неделю Спектакль прошел с ошеломляющим успехом И, в общем, я не голословен Вы зайдете в интернет И почитаете отзывы людей То, что они видели Я думаю, что это многим Кто еще сомневается и думает Как провести ближайшие выходные И следующие праздничные выходные Зайдите, просто почитайте О нашем спектакле И поверьте Здесь нельзя откладывать на завтра Потому что мы начали нашу передачу С здорового образа жизни Какой бы здоровый образ жизни мы ни вели Так или иначе Время приходит Спортсмены заканчивают И наш век действительно короток Надо успеть всех увидеть Своими глазами Абсолютно Дорогие друзья У нас совсем скоро начнется играть 5 секунд Где вы можете сыграть с Ильей Вербухом Поэтому звоните 223-5550 Код города 495 У нас, кстати говоря, есть два билета Правильно я понимаю? Как раз-таки на Ледовости Если будут хорошие ответы Может быть даже и 4 Главное, отвечаете хорошо Отлично 10 часов 44 минуты в столице Дорогие друзья Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Илья Вербух И прямо сейчас мы сыграем с ним в 5 секунд В нашу дорогую, любимую игру 5 секунд Против Ильи сегодня будет играть Алексей из Москвы А у Алексея есть шанс получить Два билета на представление Ромео и Джульетта На спектакль Ромео и Джульетта Вы мне хоть правила объяснили? У нас есть вопрос Есть вопрос И дается 5 секунд на ответ То есть игра на реакцию В первую очередь Если побеждает Алексей Мы знаем, он получает билеты Если побеждает Илья То что? То мы говорим У Ильи есть реакция Вот Отлично Отличный приз Ну что, Алексей, доброе утро Доброе утро Любите ли вы фигурное катание? Да, люблю Как-то не уверен Смотреть люблю Смотреть любите? Какая ваша самая любимая фигуристка? Роднина Роднина Я думала, семей новости Нет, все, что вспомнил просто Тогда еще была Роднина Главная Звезда Так, играй Ну что, давайте Начинает, наверное, у нас Алексей Все-таки есть за что бороться Готовы? Да, готов Итак, внимание Назовите Три любые Неперелетные птицы Курица, петух, утка Какой молодец Взял домашнюю птицу Тем не менее Вопросы будут про фигурное катание Нет, ну что Это неинтересно Вы бы тогда точно выиграли Если бы были вопросы про фигурное катание Итак, Илья Назовите Три любых фильма Эльдара Рязанова Вокзал для двоих Служебный роман Ну, ну, ну Забытая мелодия Не успел Ну как не успел А сказал бы гараж Успел бы Потому что там название Да, короче Гораздо Так, 1-0 Пока в пользу Алексей Идем дальше Алексей Назовите три любых вида спорта С использованием коньков Фигурное катание Хоккей И Ага Сказал бы шорт-трек Заработал бы Не успел Идем дальше Илья Назовите три любые станции Красной ветки Московского метро Спортивная Фрунзенская парк культуры Молодец Все в одном районе В хорошем Ну, молодец Ну, это все в районе Лужников Где пройдет спектакль Ромео и Джульетта Так, идем дальше Алексей Назовите три города Входящих в Золотое кольцо России Сердив Павло Пассад Сердив Пассад Все, все, все Можете остановиться Вы не успели Не Вольксваген Пассад Еще третий Все вместе Суздаль Илья Назовите три любых вида Икры Осетровая Кабачковая И щучья Молодец Молодец Сравнял Икра винтая Да, конечно Мы, бедные люди Любим такое Хорошо, идем дальше Алексей Назовите три любых Российских сериала Алексей А я смотрю, да, вы прям любители российских сериала По-прежнему, по-прежнему Илья лидирует Илья, назовите три любые песни группы кино Группа крови на рукаве Пачка Пачка сигарет Звезда по имени солнца Ну, я просто все слова знаю Хорошо Начинается новый день Машины туда-сюда Раз и солнце вставать не лень Алексей Внимание Назовите Трех любых знаменитых Ильи Илья Глазунов Илья Авербух Илья Муромец был Ну, хорошо, хоть Авербух вспомнил Ну, молодец Ну, добавьте Добавите, да Очко Ну, хорошо Два-два Два-два Пока Илья Изобразите, пожалуйста Со звуком трех любых животных Ммм Гам Кукаряку Молодец Молодец Со счетом 3-2 Это нечестная победа В этой игре победил Илья Авербух Нечестно Но, так как было нечестно И утверждает это сам Илья Авербух Продюсер Два билета Мы настоятельно рекомендуем отдать Алексею Чтобы Алексей пришел и своими глазами Увидел, во-первых, семь олимпийских чемпионов Где еще ты их сразу увидишь На одном спектакле Ну да, а то все пока осталось Восполнение о родной Увидел всех молодых, еще юных, упругих чемпионов Посмотрел на спектакль Ромео Джульетта Берите свою вторую половинку и приходите Спасибо 10.53 в столице, к сожалению, подходит к концу Наша встреча Замечательным, талантливым, любимым Илью Авербух Мы сегодня говорим о Ромео Джульетте О постановке, о спектакле Который Можно уже посмотреть Конечно, куда мы всех и приглашаем Где купить билеты мы разберемся Благо есть интернет А вот в каких городах и в какие числа будут выступления Расскажите нам, пожалуйста С огромным удовольствием Еще раз хочу сказать, что премьера состоится в Москве 28 октября И с 28 октября по 6 ноября В Лужниках мы ждем всех Как я уже говорил, и любителей фигурного катания И тех, кто готов к новаторству И к тому, чтобы Полюбить фигурное катание Полюбить фигурное катание Давайте не будем отметать фанатов Шекспира еще Которые тоже придут посмотреть на новую постановку Ну или покуражиться Как так можно было Обойтись с великим Вильямом нашим Я вот, кстати, смотрю даже праздничные дни 4-5 ноября Два выступления, одно в 13, другое в 18 Да, интерес очень большой И уже сейчас эти дни как раз Пользуются повышенным интересом Мы приглашаем всех не только в Москве Но и в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге пройдут наши спектакли 16 по 19 ноября Да, спорткоплекс юбилейный Да, именно так Очень уютный дворец Он прошел замечательную реконструкцию Там потрясающие администрации И вообще мы очень любим Санкт-Петербург Выступали уже там спектаклем Кармен Во время Белых ночей Это были очень яркие выступления И я уверен, что Санкт-Петербург Который видел море постановок Ромео и Джульетта И Санкт-Петербург культурная столица нашей страны С удовольствием придут С удовольствием придут на наш спектакль И конечно, забегая вперед Хочется сказать, что мы уже и сейчас думаем О новогодних праздниках И полным ходом идет подготовка К спектаклю «Алиса в стране чудес», который пройдет в Москве И к спектаклю «Щелкунчик», который пройдет в Санкт-Петербурге «Щелкунчик и мышиный король» Мы его уже показывали в Москве И теперь везем в Санкт-Петербург Так что работы у нас море Мы не стоим на месте И благодаря вашей поддержке в том числе Даете возможность рассказывать о том, что делается Спасибо большое И спасибо большое всем тем, кто сегодня Я видел, присылал свои сообщения И на любые социальные Ватсап присылали И спасибо тем, кто любит нас, поддерживает нас Потому что этим мы и живем Этим мы и питаемся Ради этого мы и творим Я знаю, что режиссеры не любят, когда им дают советы Но я настоятельно рекомендую вам в будущем Я надеюсь, что с Рамоном Джоли это все будет отлично Поставить украшение «Строптивой» Это моя любимая президент Шекспира Вот кого бы взяли на «Строптивую» Какую фигуристку? Вот там Лиз Тейлор играла ее в экранизации Кто бы у нас мог такую вот «Кровь с молоком» сыграть? «Строптивых» Мне кажется, там Очень была бы За такими «Строптивыми» Спасибо большое Напоминаем, что Илья Авербух был в гостях сегодня утреннего шоу «Настройка» Друзья, мы же с вами уже прощаемся Пора До завтрашнего дня В 7.00 вернемся Счастливо Счастливо Всем хорошего дня